Орловский рысак Московский 8-й международный аукцион сегодня представляет упряжные породы русскую, рысистую и орловскую. Рысаки в возрасте полутора лет выращены на ведущих конных заводах рысистого направления Советского Союза. Вторая половина международного аукциона посвящается продаже лошадей верховых спортивных пород, среди которых древнейшая в мире ахалтыкинская порода. Дважды в год в Москву из многих стран съезжаются знатоки и ценители лошадей. Участники аукциона готовятся к этому событию задолго. Тщательно изучают родословные, секунды показанные на тренировках, рекорды. Ну а когда дело доходит до покупки, то всем ясно, цена отражает не только достоинство молодняка, но и труд коневодов и искусство тренеров. КОНЕЦ Родилась еще одна внучка знаменитого ипподромного бойца Квадрата. Но среди его многочисленных потомков до сих пор нет еще равных деду. Вот почему каждый новорожденный это и загадка, и надежда. КОНЕЦ Относиться к этим малышам нужно с большим почтением. В родословной каждого из них имена чемпионов ипподромных звезд. Ведь у всякой призовой лошади есть своя история, повесть о жизни и подвигах. Знаменитую орловскую породу создали почти 200 лет назад. В этих книгах история поисков, ошибок, находок. Ведь в жилах орловцев течет кровь лошадей Аравии, Средней Азии и Западной Европы. Вот знаменитые родоначальники прославленной породы. Барс первый, лебедь добрый, любезный. Чего стоил один крепыш, прозванный лошадью столетия. А по этим фолиантам и племенным книгам можно изучить генеалогическое древо любого же ребенка чистокровной верховой породы вплоть до легендарного Эклипса, жившего в Англии еще в 17 веке. Так сколько же стоит настоящая лошадь? За нашего несравненного скакуна Анилина предлагали сотни тысяч долларов, но его не продали. Недаром ведь говорят, что отличная лошадь дороже ее золотого изваяния. Анилин выиграл в нашей стране все главные скаковые призы. Трижды победил он в скачках на приз Европы, став трижды венчанным. У Анилина, как и у Квадрата, немало детей. И каждому из них предстоит трудная школа ипподромного бойца. Коротко лошадиное детство. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Создавали эту породу сначала в личных хозяйствах, потом на колхозных фермах, не для спорта, а для дела, а оказалось и для души. И как не вспомнить богатырских коней из русских былин? КОНЕЦ Каких только профессий не освоила лошадь, помогает она и геологу, и леснику, выступает в цирке, снимается в кино. И у крестьянина, хоть и служат ему сегодня машины, находится еще работа и для лошади. КОНЕЦ Мчатся кони словно в сказке, как сказка вечные и прекрасные. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ